всем привет сегодня на обзоре куплены на али бастинелли спейд в варианте на серейтере приехал в такой коробочке довольно таки хорошая плотная правда без опознавательных знаков ну да ладно сделаю его чтобы попробовать что это вообще такое что за вещь для самообороны такая тычковая не знаю даже как скальпель можно назвать его половинка ножниц хотя кэш пикер намного больше похож на половинку ножниц вот спит мне понравился тем что он действительно похож на какой-то классический drop point а не кусок лезвия ножниц ну к тому же серейтере я подумал может пригодиться каких-то хозяйственных из каких-то хозяйственных соображений развязание каких-то кабельных стяжек например и так далее что довольно таки удобно и полезно и он намного это делает лучше чем plain эта модель была изготовлена бастианом вместе с дагом маркайдой филиппинским мастером боевых искусств и одновременно тренером американского спецназа как именно вещь предмет для самообороны и скрытого ношения я бы сказал даже потайного приводится в действие он вытягиванием за кольцо и уход в ладонь обратным хватом хват здесь по сути боевой только один обратный режущей кромкой от себя потому что в таком случае именно анатомическое анатомический изгиб рукояти в целом и уход на изгиб в районе кольца под указательный палец создает именно то самое удобство удобство хвата в общем то для моего небольшой моей небольшой ладони он довольно пустым кажется внутри но это и понятно потому что клин сам по себе и рукоятка она не толстая и не широкая но в этом и есть смысл что он небольшой легкий компактный и для нанесения каких-то внезапных колющих ударов в принципе этого лезвия длины лезвия хватает приезжая кромка здесь имеет длину 44 миллиметра весь клин от начала до конца 15 сантиметров толщина его в обухе три целых восемь десятых миллиметра складываться в ножны он может только одним ну несколькими скажем так образами но образ метод для обеспечения надежной фиксации это режущей кромкой противоположная сторона от заклепок тогда он фиксируется вот в этом месте теоретически можно его засовывать и этой стороной но тогда он будет висеть просто на трени и может от какого-то потряхивания допустим вывалится потому что только в таком положении он не фиксируется внутри далее если мы его попробуем взять хватом режущей кромкой на себя то изгиб именно дает очень дискомфортное положение кольца при котором чувствуется очень большой дискомфорт в этой в этой фаланге указательного пальца как будто он переламывается и находка очень неестественном состоянии то есть хват обратным обратный только режущей кромкой от себя теоретически даже можно из вот кстати для обычных каких-то бытовых скажем резов есть насечка на обухе она очень цепкая но не острая обеспечит очень хорошее положение большого пальца для продавливающего какого-то реза а вот это вот насечка я так понял что она предназначена для внезапного нанесения колющих ударов если кобура находится на ремне или под ремнем на поясе закрепленное в продольном состоянии за ременную лямку таким образом надавливанием большого пальца на кобуру клин вытаскивается большой палец уходит в насечки осуществляется вот таким образом укол как пуш деггером так можно условно назвать это положение таким образом как бы клин становится очень длинным но конечно устойчивость положения небольшая и серьезных повреждений этим нанести конечно не получится но создать какую-то возможность обороны и внезапность главное думаю что здесь это самое важное также я считаю что если у вас будет ношение главным образом на кармане клипсой наружу кобурой в карман то это положение изначальное положение эклипса которые скажем так обеспечивается изготовительным данном случае китайцами она наиболее правильное потому что в таком случае нож будет вытаскиваться большим пальцем и уходить в правильный хват если же кобура будет носиться на ремне тогда она должна носиться в таком случае перевернутом варианте то есть точно также клипсы наружу но кольцо будет торчать таком случае вверх и тогда хват тоже будет правильный в этом случае если у вас необходимость будет совершать тычковые действия всей кистью если же всего-навсего для небольших тычковых действий таким хватом то тогда вам придется возможно клипсу переставлять зеркально на эту сторону чтобы она таким образом была снаружи отдельно о клипсе клипса здесь не оригинальная не ульти клип а какая-то китайская нержавейка покрашенная скорее всего которая очень мягкая мягкая как сопля она не держит вообще ничего ульти клип я заказал и потом когда она приедет я его соберу и покажу вам еще раз как она держится на джинсах потому что я сейчас я даже не буду демонстрировать как она вообще крепится и держится потому что это принципе это просто какое-то убожество ну такой у них китайский бизнес как бы да один продает пистолет другой кобуру от третьей патроны как бы так вот у них получается ну что поделаешь еще лишних 4 евро за ульти клип при цене в 12 евро за этот комплект отделка black wash или как отравление можно назвать сделано довольно таки небрежно я считаю думаю что точно также может любой себе сделать дома лимонной кислотой или лимонным соком такое отравление плей новая часть заточена довольно таки хорошо я пробовал бумажку резать она очень хорошо режет серрейторная часть пальцы я провожу как бы да без особого а вот сейчас провел не все-таки серрейтор хорошо заточен тоже да и за . здесь стомясочного типа то есть только на одну сторону фальшлезвием я бы это не назвал потому что оно относительно толстое я бы назвал просто бы обухом в целом вещь очень интересная я видел ролик дагмаркайда мечет его в дерево думаю что это тоже можно сделать но правда клин очень легкий я не взвешивал он какие-то десятки грамм буквально весит и вряд ли он будет как метательный нож вообще реально использоваться учитывая такую массу и практически равновесное положение по тяжести ближе даже к кольцу чем к стрию ну да можно сказать практически в центре ну то есть это именно нож для самообороны для каких-то точковых действий или основным хватом или хватом вот так таким образом стали здесь заявлено 440 c ну я думаю что это не очень важно из какого какой стали сделан такой кусок металла пусть даже из какой нибудь нержавейки 420 какой-нибудь ее цели что-то вроде этого это совершенно не важно потому что такой кусок металла в принципе главное чтобы он был под рукой а из какой стали это мне кажется совершенно неважно и за ту цену за которую продается на официальных магазинах лицензированная продукция я считаю что это очень и очень дорого а за 12 евро плюс еще ультиклип за 4 того 16 я считаю что это очень даже хорошее приобретение но тем не менее покупать лицензион лицензионную продукцию поддерживать официальных производителей и когда приедет ультиклип я прикручу и покажу вам добавлю в это видео окончание как вторую часть и на этом этот ролик будет завершён а на сегодня пока все доехал до меня наконец-то долгожданный ультиклип 75 дней с момента заказа добирался он до амстрадама вот и смонтировал на кобуру и прицепил под ремень и ношение вот под ремнем я вижу для себя относительно удобным только конечно приходится втягивать немножко живот чтобы не было видно что что-то располагается под кобурой выпирающей использовать его можно даже не приподнимая майку футболку а просто вытягивая его и уводя в ладонь в керамбинный хват назад он кобуру монтируется засовывается точно также удобно практически автоматически то есть не нужно даже особо наблюдать где находится отверстие кобуру также некоторые посчитают удобным использовать тычковый хват например вот такого рода но поскольку вот такой хват не совсем надежный нет надлежащей необходимой цепкости и лезвие гуляет просто по оси пальца поэтому я считаю что удобно было бы его немножко при вытаскивании перехватывать уводя сустав первый сустав среднего пальца на эти насечки а большой палец перед кольцом таким образом обеспечивается довольно таки прочный хват для тычковых ударов также его на мой взгляд гораздо более удобно носить на переднем кармане брюк или джинсов для использования стандартным керамбитным хватом просто автоматически выходит в руку и точно также видно куда он кладется отверстие кобуры смотрит вертикально наверх по прямо на вас и просто выходит плавно и заходит назад точно также видите как это производится это я делаю медленно чтобы показать непосредственно плавный процесс а быстро это будет наверное производится вот так ну или какой-то удар после этого конечно зачем просто хватать и ставить стойку ставать в стойку наверно просто нужно его будет сразу использовать если вы выхватываете также некоторым может показаться удобным монтирование ультиклипа на задний карман брюк или джинсов я считаю для меня лично здесь есть два существенных недостатка недочета и препятствия первое это при выхватывании режущая кромка попадает на ткань шва карманов и таким образом она будет постоянно повреждаться и при наверное втором десятке выхватываний она уже будет конкретно порезана второй нюанс неудобства обратного возвращения ножа в кобуру поскольку отверстие нам мне лично не видно приходится очень сильно изворачиваться и таким образом как бы подтягивать карман чтобы видеть куда всовывать нож кобуру поэтому я считаю лично для себя удобным всего два варианта ношения это на поясе под ремнем в горизонтальном виде и на переднем кармане брюк или джинсов внутри кармана использование как отсюда так и отсюда в керамбитном хвате и из-под ремня можно также использовать его тычковым хватом касательно самой клипсы ульти клип китайского производства меня полностью устраивает он очень цепкий немножко уже разработался после первых десятков использования но тем не менее он очень хорошо на ткани держится при цене с доставкой 4 евро я считаю это очень хорошее приобретение потому что оригинальные с доставкой минимально у нас стоит 15 евро приехал он с упаковочке с дополнительными крепежные болтами и прокладками что очень даже не помешало потому что теперь они будут у меня в запасе ну на этом наверно пожалуй все изделие хорошие приобретайте приобретать лицензионный товар а на этом на сегодня все спасибо за внимание пока